Когда вы вот этот момент, видите, вот его сустав, вот заплата, вот он, правая рука, то у вас этот есть рычаг, а так как я его беру под короткой, здесь у меня иное плечо, а с ногами я еще помогаю, получается пара. А раз я еще не только здесь, но я точно так и вторая рука, когда я уже выбрал эти моменты, что я уже показывал, то на ногу я делаю маленькое движение, вот этого вполне достаточно. Теперь одна рука идет на потолок, вторая нога идет в пятки и я присаживаю. То есть вот здесь, товарищи, чтобы было вам понятно, пара сил, какой силой может быть уравнена только такой же пар. А раз этот у вас захват есть, вы можете решать. Но, когда вы сейчас уже сказали или говорят некоторые, где же тут еще какой-то момент или секрет? Вот, когда я не в состоянии этого что-то сделать, у меня не хватает силы, то у меня рука, в данном случае правая, обратите внимание, я показываю, видно? Все посмотрите, видно? Я отставляю ногу, теперь уже правую, у меня рука продолжает двигаться. То есть вы и в любую, в ту или в другую сторону используете себя для того, чтобы решать задачу. Точно так же, когда вы делаете, а я не смог ничего, а у вас каким-то образом оказалось, посмотрите еще. То есть я или же беру у него воротничок, и опять то же самое у вас получается движение. И опять же, когда вы схватили, у вас ничего не получилось. Мы палец, вы видите? Значит, я накладываю, и он пошел. Значит, что, по любой точке там представлены, есть его. Также мы с вами должны почувствовать, чтобы уравновешенное тело было уравновешенным, или откуда можно внести какое-то влияние, чтобы вам охранять вашу противность. Он схватил вас в таком положении. Вам вырываться тяжело, но наложив свою руку на его руки и ногу отставив, он у вас опрокидывается. И когда мы сейчас с вами говорим, взять точку опоры, найти плечо, приложить силу, ваша задача. И вот то, что мы сейчас с вами вот этот момент сделали, вот этот момент сделали, и будет или нож, или пистолет, или палка, или что угодно. Вам вот этот момент как раз дает возможность использовать рычаг, который ложится как длинное тело, точка опоры и сила. Начнем с того повторения, что такое рычаг, то есть освободить хотя бы руку. И вот потренируйтесь, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!